Всем привет! С вами Снежана и вы на канале Снежан и Снежок. И сегодня я вам расскажу и покажу, как сделать ожившую фотографию. Скажите, круто! Лучше посмотрите мой пример. Для этого видео нам понадобится приложение Лайк или ТикТок, где мы снимем наши видео, рамка и программа Кайн Мастер, где мы это все и смонтируем. Это программа из как она Андроид, так и на Япон. Ну что, погнали! А перед тем, как мы начнем, поставь лайк этому видео, подпишитесь на меня в Лайке и на меня в ТикТоке. А теперь погнали! Для начала зайдем в Лайк и выберем музыку. Нажимаем снимать видео. Выбираем музыку. Я выберу вот эту. Нажимаем применить. И я буду снимать на 2Х. Берем нашу рамку и снимаем, что мы смотрим. Подносим ее к лицу, делаем какое-то выражение лица, например, вот так. Одеваем. Можно посмотреть по сторонам. Сделать другое выражение лица, например, вот так. Тоже посмотреть. Давайте это снимем. Двигай, давай, мурашь, наше второе имя. Двигай, давай, чик-чик. И машина поместима. Получилось очень прикольно. Теперь мы сохраняем это видео как частное. Нажимаем продолжить. Кто может видеть, личное. И нажимаем пост. А теперь можно приступать к монтажу. Заходим в Кайнмастер. Нажимаем на плюсик. Выбираем размер 16х9. Мультмедиа. Все. И добавляем наше видео. Вот оно. Нажимаем на галочку. Теперь ищем тот момент, когда я в рамке. Выделяем наше видео. И в левой панели выбираем средний значок. И выбираем снять и сохранить кадр в позиции указателя. Теперь возвращаемся на начало. Нажимаем слой. Мультмедиа. Фото. Все. И здесь у нас образовалась вот такая фотография. Нажимаем на нее. И нажимаем на галочку. Теперь нажимаем обрезка. И обрезаем только нашу рамку. Вот так. Теперь мы подстраиваем нашу фотографию под нашу рамку. Немного повернем. И поставим на место рамки. Подстраиваем так, чтобы было ровно. Нажмем обрезка. И тоже немного подстроим. Теперь разрежем наш слой в том месте, там, где я замираю в этом положении. Ну вот где-то здесь. И разрезаем. Вот так. Теперь вставляем нашу фотографию в рамку. Нажимаем на ключик. Немного подвинем. Еще немного нажимаем на плюсик. И теперь двигаем, чтобы совпадало под нашу рамку. Делаем так, когда двигается наша рамка, чтобы и двигалась наша фотография. Ну вот как-то так. На плюсик уже нажимать не надо, потому что он сам ставится автоматически. А если вы сделали какое-то не то движение, наводите на кружочек и нажимаете на минус. Подстраиваем так, чтобы было ровно. Это, конечно, очень кропотливая работа. Но если вы хотите, чтобы у вас получилось очень крутое видео, то это того стоит. А мы еще подстраиваем. Можно снова нажать обрезка и подстроить. Теперь мы тоже находим то место там, где я замерла в рамке. Выделяем наше видео. И нажимаем на средний значок в левой панели. Выбираем первую функцию. Теперь нажимаем слой, мультмедиа, фото, все. И добавляем эту фотографию, которую сделал Кайнмастер. Немного уменьшим. Нажимаем обрезка и обрезаем только нашу рамку. Вернее нас в рамке. А теперь подстраиваем и увеличиваем до нужного размера. Теперь выделяем наш слой и нажимаем на ключик. Немного подвинем наш курсор. Нажимаем на плюсик. И двигаем нашу фотографию вместе с рамкой. Делаем все то же самое, как мы делали с первым кусочком. Снова нажимаем на обрезка и подстраиваем. Снова выделяем видео и нажимаем на ключик. И дальше подстраиваем. Давайте посмотрим, что же у нас пока месть получается. Вау! Получилось очень прикольно. Мне нравится. Со следующей частью делаем все то же самое. Ищем тот кусочек там, где я в рамке. Выделяем наше видео. И в левой панели выбираем средний значок. Нажимаем пункт самый первый. Теперь нажимаем слой, мультмедиа, фото. Все. И добавляем наше фото, которое сделал Кайнмастер. Вот оно. Теперь нажимаем обрезка и обрезаем только нас. Вот так. Теперь выделяем наше фото и немного увеличим. И теперь подстраиваем нашу фотографию под рамку. Разрежем нашу фотографию в том месте, там где я снова одеваю рамку на себя. Вот так. Теперь выделяем наше видео, нажимаем на ключик, немного подвинем наш курсор, нажимаем на плюсик и теперь двигаем нашу фотографию вместе с рамкой. И здесь делаем все то же самое. Пока! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Субтитры сделал DimaTorzok Вау! Вау! Получилось очень прикольно! Мне нравится! Теперь можно сохранить. Нажимаем на стрелочку в верхнем правом углу, экспорт, пропустить и подождем, пока наше видео экспортируется. Субтитры сделал DimaTorzok Вот и все! Наше видео сохранилось! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok